Всем привет, с по-краткой судьбой продолжаем играть в игрушечку под названием Бэнди и чернильная машина. Соответственно, доливаем чаёк, усаживаемся поудобнее, и сегодня нас ждёт довольно-таки атмосферный контент. Это в прошлой серии о Солисманномоменте, где мы с тобой проплыли через какую-то канализацию, прошли с тобой грёбаную локацию зерба, далее довольно-таки скучно посражались и скучно понаходили всякие разные эти... Ну, в общем, лабиринт прошли. Почему я сейчас это всё так и досконально помню? А потому что у меня почему-то игра не сохранилась, хотя там было сохранение. И мне пришлось всё это заново проходить. И теперь, после того, как я это теперь снова прошёл, при этом молча, я тебе скажу, это такая срадь, я не знаю, кто разрабатывал этот уровень. Такое ощущение, что он просто добавил сюда для галочки. Ладно, не будем начинать, хотя уже начали с плохой ноты, но давай посмотрим. Может быть, нас сейчас сюжет как-то удивит. Хотя, если честно, меня уже игрушка немного вздральнула. Поэтому будем надеяться на что-нибудь доброе, на что-нибудь хорошее. Переходи по натосам с правильным углом. Смотри прошлую серию, ту, которая как раз-таки у нас была проблема, про которую я тебе только что говорил. Смерть в той стране. Ой, ну наконец-то, кстати, тот момент, где мы там сражались, оно вроде бы заскриптовано, потому что я стоял, ждал, чтобы вот эти вот пацаненки сзади меня там совсем справились. Вот, они бесконечно там сражались. Поэтому мне пришлось поберечь. Генри фокусируется. Я даже не знаю, почему это все происходит со мной. Ты здесь не просто так, Генри. На все есть причины. Даже когда ты сам этого не понимаешь. Пора. Освободить нас. Ты что, дурой, что ли? Какой освободить вас? Закрена мне вас освобождать. Вы видели себя, придурочник? Что вы творите? Друг друга там херачите палками, ножами и другой щекурдой. Уже вам тут самое место, на самом деле. Честно. А что такое, чтобы я туда поплыл? Там написано смерть, я эти серьезно говорю. Может мне что-нибудь другой Генри скажет? Я ничего не пишет. Очень жалко. Ладно, я поплыл, пацаны. Они даже не догадались дать мне оружие. Да, нахрен тебе надо? Мне, наверное, смерть повесили. Тем более, им, скорее всего, будет... Ху, она поможет, не... Хотя, 100% меня все нападут, потому что, что, блин, нет? Слушай, так, вот подожди. Есть чего соорудить плод? Я здесь. Тут есть ящички. Есть дерево. Есть бочки. Из них плод не алю? Или типа нужен какой-то тот крутой плод, который движется и еще круто? Тебя они настолько сильно очкуют этого озера из... Чего родил? Ну, вот реально... Вот хотя они... На железке как-то не алю будут плавать. Но, в принципе, число технически, ее можно использовать как... Основу. Потом все привязать к дереву, и у тебя будет нормальный плод. Ну, типа... Да, железный. Кстати, а тут показывают, как вас создают или что? Пердельная машина. Мы, походу, как раз-таки дошли до своей самой фабрики. Правда, я не уверен... А, у меня сейчас будет выбор, как освобождать или нет. Смотри, вон он Борис. Тусует, стоит, ждет, когда его там изготовят. И что-то другое. А, что-нибудь написано? Нет, ничего не написано. А, жалко. А, он и мультики, кстати. Ну, типа, диснеевский, но, типа, не диснеевский. Ну, да, и прикольно выглядит. Это мой этот... Чуть такой. Это просто невероятно, что можно сделать собственными руками. Вытрули. Ну, глины может приобрести значимость, если уделять ему должное внимание. Посмотри, что мы сделали. Мы создали целую жизнь Генрия. Не только на сиящем экране, но и в сердцах тех, кого развлекали наши потрясающие мультфильмы. Но, когда билеты перестали продаваться, пришло время для нечто большего. Остались только монстры. Тени из прошлого. Но ты можешь сберечь их, Генри. Ты можешь стереть все к чертям. Знаешь, есть одна вещь, о которой не знал Бенди. Он получил свое начало. Но у всего должен быть конец. Конец. По-моему, он не хочет, чтобы был конец. Смотри, удивляюсь, что ты видите, зубы трясутся. Я так и буду стоять? А, так это он меня в итоге преследовал. Или что? Он хочет, чтобы у него был конец? Или не хочет? Какой-то ты непропорциональный. Слушай, Бенди. Да что происходит-то? Он за мной бегает или где вообще? Ну, по-моему, он все-таки за мной бежит. Мне нужно просто посвалить. Ай-яй-яй. А, и он будет вот таким вот образом страдать хердей? А я еще конкретно активировал. Куда ты там побежал? Что стоит твориться? Дурной совсем. Шарик носится, бегает, веселится. А он еще и таким образом будет проходить. Варильон дурной. Душа, это Бенди. Сынолыст пока не поздно, я тебе серьезно говорю. Он совсем дурной. Смотри, да че-хе-хе-хе. Гонится тебе, Бенди. Достаточно, кстати, просто пройти вот тут, и он тебя не заденет. Он гонится, он старается. Пусть старается, я не знаю. Я тебя активировал. Вроде нет. А, вот он еще. И теперь я типа должен это, побежать туда? Или не туда? Или мне еще нужен один этот рычаг где-то найти? Ну, он про меня забыл. Да, мне походу нужен еще один где-то рычаг. Ну, даже сюда не бежит. Байнди Хлайт гадаться, совести лица. У меня это, пленка есть, там написано конец. Оно должно что-то сделать. Да серьезно, остановись. Подождите, здесь я активировал. Здесь. Активировал. Здесь. Может быть, я активировал. Как где ищу? Так, подожди. Где не активировалось, где я активировалась. Здесь активировал. А где еще одна осталась? А, вот она что, где, понял. Так, хорошо, там, пока ты там носишься. Пока ты там веселишься. Пестришься, пестришься. Там, смотри, как бы весело. Мы побежим как раз-таки. По идее, все тут теперь открыто. Да, смотри, все открыто. Бенди теперь сзади меня должен заспаниваться? Ну, опять же, говорю, вот. Очень легко все обходится. Просто вот тут вот стоишь сбоку. Еще красиво, и Бенди тебя не может ударить. А ты угораешь, что, серьезно, что ли? А, нет. Он смеется теперь. Ну, без понятия. Никто вроде не это, не смеялся. Я, во всяком случае, уже вообще не смешно ни хрена. Да, лучше мультики посмотрим. Которые тут вроде бы есть, а вроде бы и нет. Он... Кто вообще ряжет? Это стейк или что это? Наверное, стейк. Пытаются сделать из него бекон, что ли? Страшно. Так, а здесь, получается, можно это... А тут беду-то, в смысле? Угорать, что ли? А, мне стрелочки показывают, куда бежать. Вон туда. И... И типа как? Как? Это, видимо, надо активировать. То есть вот она стрелочка, и... И вот она. А, куда-то надо тыкнуть. Кто-то, видимо, активируется. Только где я, и куда тыкать. Я серьезно. Ты говоришь, что мне нужно что-то другое. Смотри, тут, кстати, это, подставной Бенди есть. Ну, правда, я не вижу нифига. Ну, ладно, мне честно, кажется, что вот это вот надо кликать. Или нет? Чехи делать ничего не надо. Бенди сам сюда должен был прибежать. А, стопэ, точно. Блин, и она только-только желтой стала. Да спасибо тебе огромное. Так, а мне нужно тебя вот сюда вот ударить. Ну, как я понял, да. Или мне нужно вот это все перломать? Так, ты там застрел, что ли? Бенди, давай быстрей, судей. Мне вот эту штуку тоже нужно сломать. Я, правда, не уверен, зафига мне ее ломать. Ты это тут среагируешь или не среагируешь? Или ты будешь пытаться ее обойти, но не сможешь это сделать? Я смотрю, вроде как смог. А, и вот он ее и сломал, как раз-таки. Бенди? Спасибо тебе огромное. Ты прям максимально молодец. А, ты вроде бы туда ударился, да? А, и все перломал, да? Че происходит-то вообще? Че творится? Ай, вот оно все открывается. Так и босс вахит. Блин, ты такие его вор, ты чисто пьянерская. А, и вот он я. Я сюда пришел обратно. Чтобы взять и сюда вот повесить вот эту косету конец. Естественно, трон. Конец. Так, все услышал, молодец. Ему не нравится просто то, что написано конец. Как это вообще влияет-то на него? Ну, ты сам дурак меня пытался убить. Хотя он меня типа спас, зачем я его убиваю, не знаю. Ну, типа как бы спас он меня от этого. Как вот. А, и вот он я типа вернулся. Домой. Вроде бы. Вот она, игрушка Бэнди. Да, и это мой дом получается. Здесь я немножечко этот, милый, кушкодиел сюда притащил. Замечательный дом, на самом деле. Обосраться. Вот эта вот койка, на самом деле, прям 10 из 10. И туалет здесь есть. Блин, вот он вот. Всегда поражался такой планировки. Это однокомнатная, как я понял, да? Вот это вот гостиная. Здесь у них получается спальня. Там у них гардеробная. А здесь у них туалет вместе со всей хернёй. Здесь же у них идёт мастерская и кухня. Генри. Как рано. Я ожидал увидеть тебя примерно через час. Ты решил впечатлить меня. Но я знаю, я знаю. У тебя есть вопросы. Это само собой. Единственный важный вопрос это. Кто ты забыл? Генри. Я думал, что знаю о себе всё. А Ким Хэллбц забыл в моём доме. Но он сушил меня. Ничего не осталось, кроме строк на странице. В конце концов, мы пошли разными путями, делая одно и то же дело. У тебя прекрасная семья. У меня извращённая империя. И мой провал. Я позволил нашим творениям войти в мою жизнь. Правда в том, что ты всегда был так напорист, старый друг. Толкал меня всегда на путь истинный. Нужно было толкать меня немного сильнее. Генри. Загляни в старую мастерскую. Я хочу показать тебе одну вещь. Он даже сейчас похож на этого. На Дисней. То есть его лицом. Загуглили. Я на месте. Давай посмотрим, на что ты просил взглянуть. А, и это типа вот, вот она развязочка. То есть вот почему мы туда пришли, потому что... Эх, это пенал боленский. 14 минут, Карл. Я уже мог в прошлой серии закончить всё. Ой-ой. Ну ладно, немножечко тогда получается с этого. Да хотя, блин, даже не знаю, что делать. У неё лицо здесь гораздо страшнее, чем в итоге оказалось, если честно. Так, слушай, я же всё, да? Я даже отскипануть никак не могу. Ладно, если что, сделаю немножечко потише. А сейчас буду тогда рассказывать свои впечатления об игре. Да. К сожалению, она какая-то странная. То есть... Я даже не знаю, с чего начать. В принципе, ты сам сейчас всё увидел. Она... О, не чёрнель машина. Так, давай лучше это... Я обождусь со своими вот этими всеми приколами. А вот, если что-нибудь сейчас будет... Да, будет. После учитеров. Давай, показывай. Вон, кстати, чёрнельная машина. Миниатюрно у него дома находится. Поздравляю с успехом, твой лучший друг Генри Штейн. Расскажи ещё что-нибудь, дядя Джои. Блин, я чё-то как-то в итоге не выкупил. Кто такой Генри есть сейчас? Ну, то есть... Это же не его, это... Подожди, это его брат, что ли? А тот, который... Хотел у него, у этого чувачка, затырить всё? Это кто был? Это же не мы. Мы не тот. Квартиру Джо Вейдрю. Так, разблокировано стекло во всех прошлых главах. Разблокирован музей. Бонусный контент. Начать. За три часа проходится. Выбрать главу. Ну, именно, наверное, поэтому он и не открывался. Да, блин, я как раз-таки видел то, что последние хитские, блин. Пять глав всего. Давай глянем, чё за музей. Бонусный получается какая-то. Голова веселая. Добро пожаловать в музей и ещё рейдильную машину. Бенди берёт сначала, когда разработчик-мультипликатор, известный как вот этот, решил поэкспериментировать и перенести свои 2D-наброски в 3D-мира. Затем эта идея превосла в хоррор-игру. Первая... В смысле? Первая глава данной игры была разработана его другом программистцем. Ой, как прикольно сделали, слушайте. Сразу себе обзор. Практически за неделю выпущено 10 февраля... А, то есть он первую главу сделал за неделю. 10 февраля 2017 года. К их большому удивлению игра задела за душу многих известных лестплееров. Это заставило вот эту вот студию забросить все остальные проекты, чтобы уделить большего времени Бенди. И рассказать самую уникальную и чернильную историю. Все оставшиеся главы данной игры были доделаны примерно за полтора года. Не верю. Не верю. Но вы их делали как-то через раку. У вас сюжет полностью убитый. Но не без помощи преданной группы инди-разработчиков. Хоть идеи и истории остались такими, как их и задумал автор, но сама игра менялась по мере ее развития. Идея у вас какая была? У вас была только одна финальная идея, что типа что-то там с Генри, что-то вот кто-то, он там. И типа вот, ну блин, тут идей-то никакой не было. Мы ее растянули на хрен знает сколько глав. По сути, игрушка как раз-таки была закончена и сделана за неделю. Дальше вы не осилили, по сути, развитие сюжета. Вообще, в принципе. Да ладно, хорошо. Таким, как и задумал автор, но сама идея менялась по мере ее развития. Точнее, игра. Так как персонажи и объекты совершенствуются, в итоге обстановка в игре приобрела новые краски. По сравнению с первоначальной кучей малой, музей позволит себе окунуться за кулисы данной игры. Даже сам разработчик, на самом деле, думаю, что игрушка прям такая, куча мала. Откровеннейшая. Потому что единственное, что они имели, у себя в этом конкретном распоряжении, это прикольную обертку. Я уже про это как раз-таки говорил. Хотя на самом деле не. И ладно, говорил в своем обзоре Observation, что на данный момент довольно-таки легко. И как я понял, много кто так вообще, в принципе, делает именно красивые игры. Здесь стилистика реально довольно-таки красивая. Хотя, а я же честно, стиль здесь прикольный, но стырен очень сильно прям конкретно с Диснея. В принципе, да и какая разница, стилистика-то все равно прикольная. Много кому нравятся Диснея, особенно Сары, их мультипликации. И вот как вот они вот так вот и взяли, и сделали корр. Тоже довольно-таки атмосферная приколюха. Много кто так делает. Если ты не заметил, кстати, вот просто достаточно вбить в этот... в YouTube или где-нибудь в другое место, в интернет просто, мол, самые страшные серии Диснея, или там мультики Диснея, или то, как они там преподносят, какие-то 25-е кадры, ты найдешь очень много такой информации. Потому что людям нравится придумывать такие вот истории. И здесь как раз-таки, вот как разработчик написал, что, ну, мы что-то как-то не ожидали. Это было ожидаемо, потому что, опять же, сама история Диснея, его такой вот страшной подопеки всего этого, именно опять старого Диснея, это всегда за живое хватало людей. Сейчас, на самом деле, Дисней, он как-то уже кукожился и, по сути, мертвый. Он что-то пытается на свой остаток денег что-то сделать. Одно это уже отметление от всего вот этого веселья. Что я могу тебе, в принципе, сказать? Сам сюжет... Кстати, вот эту штуку я вообще первый раз вижу. А, первоначальный Бенди. Да вот его вот таким вот хотели сделать. Ты чё-то на подобие покемона. Да потому вот в итоге сделали вот его вот таким. Вот, понимаешь, у них даже задумка была получше сделать вот эти лица более страшными. Оно тут, на самом деле, и видно. О, вот, допустим, вот этой Чикорде, да? Ну, они единственное, что только смогли сделать приблизительно похожую на свои арты, это вот эту. Поскольку тут всё-таки арт, можно легко добавить. Просто вот эту личку просто взять и растянуть. А сами вот эти вот лица, они чё-то как-то не доделали, не проделали, не сделали. Что-то странно. Потому что вот-вот, чтобы вот так вот кто-то из них выглядел, да ни разу, по-моему, даже было невинно. Они просто выглядят, как максимально такая чёрная непонятная масса. А вот, кстати, как раз-таки, по-моему, конкурент обличка была. В общем, ладно, давай я тогда продолжу со всей своей вот этой вот историей, только где мне тут чё посмотреть. Давай как-то вот так уж, что ли. Или нет? Ладно, фиг с тобой. В общем, чё я хотел там, на чём я там остановилась? История, она как-то рваная получилась. То есть сначала ты вроде как приходишь, вроде бы пытаешься разобраться, потом... Я честно, если я сейчас даже попытаюсь вспомнить сюжет, он у меня просто максимально сильно затёртый, и никакой, и я его уже буквально забыл. Я даже забыл, на самом деле, чё это за Генри. Наверняка в какой-то истерии там объяснялось, что Генри либо это сын, либо какой-нибудь друг близкий, либо ещё кто-то. Но я чё-то как-то его записки все эти то ли пропустил, то ли потом реально как-то это всё недопонял. Сам геймплей довольно-таки странный. У нас имеется с тобой стелс, но при этом стелс-составляющий геймплей в механиках у нас нет. То есть мы как бы даже некоторые уровни есть, где мы должны просто вот от этой херни убегать, и их не должны бить. При этом навык как присесть просто тупо, как кнопка присесть, прыжок у нас есть с собой, зачем-то. А вот приседать мы не можем. То есть фактически мы не можем с собой скрытно перемещаться. Хорошо, ты мне такой скажешь, мол, ну скрытно перемещаться это просто ходить. Нет, это не просто тупо ходить. Скрытно перемещаться это сесть и у тебя еще будет иконочка о том, что тебя никто не видит. Хорошо. Допустим, вы это не сделали, но хотя бы могли бы сделать, чтобы я мог выглядывать из угла. Как я, допустим, в том же лабиринте пойму, что где-то кто-то рядом находится? Да, ты мне можешь такое сказать, мол, ну ладно, в лабиринте можно спокойно смотреть на все вот эти вот отверстия в стенках, чтобы увидеть, где там кто проходит. Окей. Кстати, опасно не в... Блин, ладно, это потом. Хе-хе, это потом. Окей, это можно делать. Но смысл теряется, потому что игрушка в этот момент ломается. Ты один раз спалился, и помнишь, там что происходило? Я... Меня спалили вот эти вот как раз-таки братья-акробатья, и после пошли все дружно в дверь, и там уперлись. В итоге потом, когда я сегодня переигрывал, они уперлись все причем, все втроем. До этого только вот эти два были, а центральный он там ходил. Но после уперлись все. Босс-файты. Блин, ну они реально убогие. То есть, они не динамичные. Но только что видел, как я вот с этим Бэдди сражался. Ты хочешь сказать, что это было динамично? Да я же просто тупо выполнял какие-то действия такие самые легкие. Не хватало скорости, не хватало каких-то, знаешь, эффектов, чего-то такого. Игра вот прям реально не доработана. По ней видно то, что у них была идея, они не ожидали то, что это стрельнет игрушка. Ну и потом попытались высыпать из нее полностью всю эту концепцию. Единственное, что тут действительно прикольно, это сам сеттинг, это музыка, это получается графика. Хотя графика ближе к сеттингу идет. То есть, допустим, по текстуркам есть сидеть, смотреть. Ну вот они. Они типа такие нарисованные и довольно-таки джипэктные и шакальные. То есть, вот как ты сейчас видишь, это нет, это вот они такие мыльные. Это не фокусировка. Кстати, отдельный момент с фокусировкой. Тоже расчетащик, который только возможно. То есть, блин, у меня постоянно была проблема, то что он не хотел фокусироваться. Почему эта фокусировка сделана, я не знаю, блин. Меня даже со времен модов на Скайрим бесило. Потому что она всегда работала через Ракуа. Да, выглядит прикольно, но всегда она, как я тебе уже сказал, работает через Ракуа. Надо это как-то доработать не делать. Просто по Ctrl-C, Ctrl-V из модов Скайрим надо было по-нормальному сделать так, чтобы оно хотя бы работало. Горяб протестировать это. Также вообще, в принципе, любые эти... Любое сражение здесь довольно-таки странное. Чего стоит уровень, где мы с тобой защищались от получается волны противников. Обычных вот этих пацанов. Там вообще, кстати, все вообще видов этих добавили противников. И вот эти каким-то хреном на нас напали, хотя всю игру они находились, мы их видели, но они не нападали. Теперь же они решили на нас напасть. Потом напали на нас Акии, Секии, блин. Честно, тут, по-моему, даже не все противники есть. Уй-вы. Короче, много чего тут есть непонятного в этой игре. Его бы по-хорошему доработать или еще лучше сделать просто по вторую часть какую-нибудь, которая будет совершенно не про вот... Ну, что-то как-то про это, но немножечко другое. Вот. И там все как раз ее доработать по-нормальному. Потому что в данном случае игра может цеплять только как раз к своей визуальной составляющей. Сам геймплей скорее всего тебе наскучит. Хотя, с другой стороны, если ты до этого не играл, ну, я не знаю, просто я не могу это как-то либо оправдать. Ну, как хоррор, это не хоррор, это скорее бродилка. Ну, в принципе-то тоже нормально. Ладно, а что вы тут вот такой-то Будущий равнопар... Генри Штейн. Будущий равноправным деловым партнером Джоуи Дрю, Генри Штейн был талантливым аниматором и дизайнером. То есть, по-главному, аниматор-дизайнер. Персонаж пока не покинул компанию примерно в 30-м году. О чем в истории студии Джоуи Дрю практически нет информации, то по слухам он является истинным творцом многих из уже известных персонажей студии. То есть, короче, я вот этот сам по сути-то основатель, а Джоуи, он скорее издатель. У него просто деньги были и он это все вот таким вот образом вдохновил на более это составляющее. Да потом я в итоге просто взял и ушел. Ну, не знаю. Тогда в таком случае окей. Да почему это нельзя было по-нормальному где-то написать они вот здесь в музее? Причем реально, если они тут, они вот и сами тут уточнили, что был куча мала. Они прекрасно понимают, что они сделали. Я думаю, разработчики знали то, что у них вышла херня, но из-за того, что она в принципе всем понравилась, они тоже это написали, что они не ожидали такого прикола. Они решили просто доработать, чтобы, ну, чтобы не огорчать людей, которым действительно это нравится. И вот тут даже специально для таких, для в принципе специально написали, чтобы это, чтобы народ, вот, хотя бы тут напишем вам весь сюжет. Читайте, блин. Вот он, по сути, весь сюжет здесь и находится. Чему я просто не входи, хочу войти. Головолоки тоже довольно-таки геморрные были. Тот же лабиринт, он странный. последняя битва с боссом тоже странная. Битва где-то там с рукой от руки уходила. Самого вот этого Бенди тоже довольно-таки странная. Опять же, она слишком запущенная, слишком динамичная и слишком такая картонная, что ли. Ты просто едешь и как бы уйсен. Во время битвы ты просто бьешься довольно-таки криво. Здесь нельзя, кстати, забыл уточнить, здесь нельзя, в принципе, тут система боев очень глупая. То есть, ты единственное, как можешь делать, это взять топор, подойти, ударить его и попробовать уйти. Зачастую тебя либо ударит, либо не ударит, и тебе повезло. Соответственно, оно уже не предпринимает таковой какой-то битвы с боссами, потому что собачья схема странная. Единственное, что ты тут можешь делать, это бегать от кого-то, маломайски как-то ударить и в основном должен быть был быть акцент на головоломке. Здесь почему-то сделали конкретный акцент на сражение каждого противника практически. Ты должен убить. Этого убиваем, этого убиваем, вот эту херни убиваем. Правда, ее не бьем конкретно топором, но убиваем в любом случае. Этих, ну тут кстати не все, вот этих постоянно мы валим, с копом, постоянно они где-то возникают. Вот этого тоже довольно-таки странный опять же босс, жесткий Борис. Подожди, а почему Волга Борис? Он разве не собака? Короче, довольно-таки странная игрушка, честно, пионерская. Если я сейчас выйду, то где я окажусь? Вот, я окажусь тут. Ну, не знаю. Для Индии игрушки вполне себе, хотя, если честно, я тебе все полностью высказал, здесь много непонятных как по мне вещей, блога, рекомендую я ее или нет, но не знаю. Если честно, рекомендую ну на любителя, потому что я играл Welcome to Hanwell, она примерно какая-то такая любителя хорора, который вот просто коллекционирует это все. Там нету ничего прям такого сверх страшного, просто из-за общей кривизны она может тебя даже испугать, что довольно таки интересный и прикольно. Лично мне, любителю, опять же хороров. Тут же я тебе скажу так, что рекомендую чисто насладиться сеттингом. Если тебе интересна тематика хорорного или крипового Диснея, а конкретно Микки Мауса, то вот, матерц, спешуйтесь. Тут по сути все на это указывает, но слишком как по мне много глав. С другой стороны они не могли по-другому поступить. Ладно, я максимально сильно тут тебе повысказывался, на 30 минут уже наговорил тут все. Думаю, на этом моменте надо заканчивать и играть только в хорошие игры. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте разгад друзьям. Всем удачи, всем до скорых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok